На территории края ожидается гололедица и магнитные бури, а также похолодание до минус 17. Какие прогнозы дают специалисты на неделю, расскажет замначальник МЧС по краю Валерий Терешков. Он уже в студии. Валерий Ильич, здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Уже завтра многие люди будут страдать от головной боли, поступающей усталости и упадка сил. Сегодня и завтра будет магнитная буря 5-6 баллов, а 15-16 ноября ожидается магнитное возмещение на солнце, что тоже негативно скажется на здоровье метеозависимых. В дни магнитные бури, держите под рукой необходимые лекарства, пейте больше воды. Водители, будьте осторожны. Возможно замедление реакции, как следствие увеличения количества дорожных транспортных происшествий. Также возможны сбои системы связи, навигационных систем. Уважаемые красноярцы, в субботу мы ожидаем ветер до 13-18 метров в секунду, затем резкое похолодание. В субботу и воскресенье ожидаются до минус 10-12 днем и минус 15-17 ночью, а в среду в четверг до минус 22 ночью, ну а за городом будет до минус 25. Кроме того, в понедельник и следующую пятницу мы ожидаем интенсивный снег, а на автодорогах гололед. Автомобилисты, будьте крайне осторожны. Только за последние двое суток, по данным ГИБДД, в Крае произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, 5 человек, к сожалению, погибли, 32 ранены. Кстати, больницы Края перешли в режим повышенной готовности в связи с осложнением дорожной обстановки и гололейцы. Мы в свою очередь напоминаем, что на случай ухудшения погодных условий на трассах действует 25 стационарных пунктов обогрева. Их адреса вы можете посмотреть на экране. Уважаемые красноярцы, будьте осторожны в условиях гололеда на пешеходных зонах дворовых проездов при спуске с лестницы. За неделю в Крае травмы из-за гололеда получили около 20 человек. Самые опасные районы перед гололейцем в Красноярске, в Советский, Октябрьский, Ленинский, Светловский район. Кроме того, из-за пересхождения в Крае уже погибло, к сожалению, 3 человека. Двое из них в Шарыповском и один в Матагинском районе. В связи с значительным похолоданием, просим жителей одеваться по погоде, принимать витамины и ни в коем случае не злоупотреблять алкоголем. Уважаемые красноярцы, любите активный отдых, и мы предупреждаем об опасности на скалах в заповеднике Столбы. На этой неделе спасателям пришлось оказать помощь 8 сопострадавшим. Не пытайтесь забираться по обледеневшим скалам, это крайне опасно. В случае происшествия на сценарий пункт спасателей Столбах можно будет позвонить по телефону, которые указаны на экране. Пункт работает без выходных. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы возникновения чрезвычайных информации на канале ТВК. До свидания.